Каждому активному владельцу iPhone или iPad хотя бы раз в жизни приходилось очищать встроенную память своего гаджета для того, чтобы установить новую игру, приложение или загрузить фильм. Обычно проблема решается удалением чего-нибудь, что не жалко. Но есть и еще один очень необычный способ. Что самое приятное, идти на серьезные шаги вроде джейлбрейка вам не потребуется. Хотя этот способ работает и на взломанных iPhone и iPad. Откройте на своем iPhone или iPad приложение «Настройки». Перейдите в «Основные», а затем выберите раздел «Хранилище» и iCloud. Запомните, сколько свободного места у вас есть в наличии. Запустите приложение iTunes Store. В нижней части экрана выберите раздел «Фильмы» и возьмите в аренду фильм, чей размер больше, чем доступное свободное место на вашем девайсе. Не волнуйтесь, денег с вас не возьмут. Выбирайте фильм именно по данному критерию. Это очень важно. Узнать размер файла просто. Пролистайте страницу с описанием фильма вниз до раздела «Информация» и найдите пункт «Размер». Нажмите кнопку «На прокат». Деньги не спишут. Появится предупреждение о том, что на устройстве не хватает свободного места. В появившемся окне будет кнопка «Настройки». Нажмите на нее и снова перейдите в раздел «Хранилище» и iCloud. Вы сразу же заметите, что свободного места стало больше. Обычно с первого раза прибавляется от 200 до 400 мегабайт. Как именно это работает, не совсем понятно. По всей видимости, Apple в погоне за прибылью заставляет iOS удалять в этой ситуации временные файлы и кэш. Не отпускать же просто так клиента. Процедуру можно повторять несколько раз, пока вы не получите достаточный объем. Последующие попытки также будут очищать накопитель, но уже не так активно, как в первый раз. Главное не забывать каждый раз выбирать фильм, размер которого больше, чем доступное свободное место на диске. Иначе деньги за аренду фильма заплатить все-таки придется.